Селеканал АйТиВи представляет десятку россиян, вернувшихся в КХЛ из-за локаута. Чемпион мира по хоккею 2012 года Николай Кулемин оказался в родном Магнитогорске. Как только стало известно о возможности локаута, вице-президент Металлурга Геннадий Величкин заявил, что своих воспитанников клуб приютит обязательно и других вариантов тут быть не может. В последнем сезоне за Торонто Кулемин набрал всего 28 результативных очков, однако потенциал Николая гораздо выше. Это понимают и в Магнитогорске. Молодой российский вратарь оказался в питерском СКА. Сергей дебютировал в КХЛ 18 лет. Отыграв 4 сезона за Новокузнецкий Металлург, Бобровский поехал в НХЛ и сходу стал основным голкипером Филадельфии. В дебютном сезоне вратарь одержал 28 побед и всерьез рассматривался кандидатом на звание лучшего новичка лиги. Однако следующий год был не так успешен, и в итоге Бобровский был обменен в Коламбус. Пережидать же локаут хоккеист будет в СКА. Наиль Якупов – третий российский хоккеист, выбранный под общим первым номером на драфте в НХЛ. В конце июля воспитанник Нижнекамского хоккея подписал контракт с Эдмонтоном на три года, однако локаут спутал все планы Якупова. Тем не менее хоккеист повел себя достойно и стал одним из первых россиян, принявших решение вернуться в КХЛ. Нефтехимик может гордиться Наилем. Еще один хоккеист, вернувшийся в родной клуб, находится на седьмой строчке. Артем Анисимов, начинавший карьеру в Локомотиве, возвращается в Ярославль спустя пять лет. Последние три сезона хоккеист стабильно выступал за Нью-Йорк Рейнджерс, однако этим летом талантливый центр-форвард был обменен в Коламбус Блю Джекетс. Единственным защитником в нашем списке является Сергей Гончар. Многоопытный российский хоккеист начал свою карьеру в далеком девяносто первом году. К слову, Наил Якупов родился двумя годами позже. На счету Гончара есть выигранный Кубок Стэнли в составе Питтсбурга. Во время локаута Сергей будет выступать в Магнитогорске вместе с Николаем Кулеминым Евгением Малкиным, которым он помогал адаптироваться с океаном на первых парах. Открывает пятерку Илья Брызгалов, один из самых известных российских вратарей последнего десятилетия. Обладатель Кубка Стэнли, участник трех олимпийских игр и чемпион мира 2009 года, во время локаута будет выступать за ЦСКА. В прошлом году Илья был одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов мира зарплатой в 10 миллионов долларов. Однако по условиям контракта с этого сезона Брызгалов будет получать всего шесть с половиной. Первый россиянин, задрафтованный под общим первым номером, перебрался на берега Невы. Илья Ковальчук в этом году будет пытаться осуществить долгожданную мечту менеджеров СКА о первом месте. Нападающий Нью-Джерси Дэвилс последние сезоны провел очень удачно и едва не выиграл Кубок Стэнли, остановившись в шаге от трофея. Еще один россиянин, выбранный под первым номером драфта, оказался в Динамо. Впрочем, выбора у Александра Овечкина не было. Хоккеист является не только воспитанником клуба, но и занимает пост советника президента. Последние сезоны в Вашингтоне Овечкин проводит не так результативно, и в Динамо у Александра есть шанс доказать, что его карьера переживает временный спад. Хоккеист, имеющий прозвище волшебник, на время локаута усилил московских армейцев. Павел Дацук, хотевший перебраться в Акбарс, в итоге выбрал ЦСКА. Руководство казанской команды решило отказаться от НХЛовцев, и ни два Кубка Стэнли, ни прекрасный хоккей в исполнении игрока не смогли возобладать над этим решением. Болельщикам Акбарса остается кусать локти и смотреть на Дацука по телевизору. Лучший хоккеист планеты на данный момент вернулся в родной Магнитогорск. Победитель гонки бомбардиров последнего сезона НХЛ, обладатель Кубка Стэнли в составе Питтсбурга, MVP последнего чемпионата мира и просто отличный парень на время локаута будет радовать российских любителей хоккея. Магнитогорских чуть чаще. Евгений Малкин, лучший российский хоккеист, приехавший из НХЛ этой осенью. Телеканал ITV представил десятку россиян, вернувшихся в КХЛ из-за локаута.